миллионы привет вы на канале мужики у плиты друзья готовим с вами сегодня зум из говядины вроде бы совсем простой цвет простые продукты лук говядина томатная пара соленые огурцы но все-таки хочу остановиться буквально на двух моментах моего личного приготовления может быть лайфхаков приготовление этого зума первонаперво лук я нарезаю его всегда специально довольно мелко и обжариваю первым для того чтобы он потом в будущем соусе разошелся по принципу плова его не чувствовалось вообще только его вкус конечном соусе и соленые огурцы очень многие соленые огурцы для зум бросают нам сразу мясо и тушит вместе с мясом вот так мясо тушится дольше и сами огурцы получаются довольно грубые жесткие поэтому их я в первую очередь нарезаю и привариваю в отдельный кастрюлю пока суть до дела я нарезаю соломкой тонкий лук и начинаю его обжаривать а пока разогревается мой чугунок с луком я нарежу говядину говядина у меня сегодня это задняя часть бедра но обычно для таких блюд как долгого тушения плов азу я стараюсь покупать так называемый рябчик его называют либо оковалок это вот иконожная мышца она как раз таки самое 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 вкусное самое ароматное потом в бульоне получается но сегодня ее не было достойных кусочков поэтому я становился выбор вот именно на этом куске нарезаю я тонкой соломкой нарезаю я поперек волокон чтобы мясо и тушилось быстрее и был более мягким в конечном итоге вот смотри волокон идут да и мясо я нарезаю как раз я поперек этих волокон чтобы в конечном кусочки уже готовом они были как можно короче и кусочек жевался проще я закончил с мясом и самое время подготовить огурцы огурцы у меня кстати свойски хрустящие почти как бычковые рецепт как мы готовим эти огурцы есть нашем канале ссылочку мы для вас оставим здесь наверху в ролике и также я размещу ее в описании смотри кубки мы удаляем попал такой огурец среднего размера я разрезаю на четыре части и чуть-чуть по диагонали нарезаю его уже на готовые куски ну смотри да еще одну половинку на две части и немного по диагонали сильная не мельчу а не мельчу я почему потому что очень многие ну и многие некоторые люди любят пикантный вкус подливки но не очень любят сами огурцы вазут и чтобы им было проще отогнуть их в сторонку в блюде готовым уже я использую такие куски покрупнее огурцы я нарезал и у меня ушло два с половиной средних огурца на килограмм говядины и как я уже сказал ранее огурцы нужно немножко потушить я добавляю рассол обуречь воду так чтобы она покрывала ну наверно на сантиметре все наши огурцы и ставлю это дело все ну скажем так говорится на огне сначала чуть выше среднего потом на среднем а тем временем смотри у меня уже подошел лук прозрачный слегка такой золотистый что он уже готов самое время отправить сюда нарезанную говядину и включить огонь выше среднего сейчас мы будем давать мясу корочку но изначально лук я перемешаю вместе с мясом так чтобы он не горел внизу и будем обжаривать ну смотри на первом этапе если мясо выделяет много влаги и начинают тушиться то стоит поднять повыше температуру комфорте чтобы эта влага выпарилась и мясо все-таки у нас с тобой обжарилась они не тушилась изначально этого времени нос лишь проваривается соленые огурцы влага испарилась мясо слегка прожарилась теперь самое время обжарить мясо с томатной пастой чтобы потом не было у нас с вами изжоги томатную пасту нужно всегда слегка обжаривать или протушивать буквально 3-4 минутки будет достаточно на огне как он средний с томатной пастой мясо мы заливаем водой я всегда использую горячую в воду чтобы она сразу закипела мы любим много соуса поэтому я воды добавляю так прилично сверху сейчас еще добавлю буквально на два сантиметра сверху меня будет мясо под водой огурцы смотри они продолжают у меня тушится вода и выкипает если стоит подлить как понять что они готовы то пробуешь его если он немножко еще хрустит значит ему нужно еще немножко самится огонь я ставлю на треть мощности плиты накрываю крышкой на медленное кипение минимум час зависит от качества мяса максимум два часа надо будет пробовать потом понимать по мягкости что вас получается все одночасье я выключаюсь через секунду с вами ну что ж друзья андрей к сожалению не записал здесь звуковую дорожку на этом файле поэтому все есть достаточно просто мы доварили огурцы выносим их к нашему мясу все это аккуратненько сейчас размешиваем и нам нужно будет еще здесь добавить наши специи на специи собственно это черный перец горошком вот сюда их и опять размешали друзья у меня все готово у меня даже готов мой любимый козу гарнир в конце я включил довольно активное кипение и я люблю когда азу соус более густой для этого можно использовать либо обжаренную муку либо кукурузный либо картофельный крахмал я использую обычно картофельный крахмал потому что муку предварительно нужно обжарить до золотистого цвета чтобы опять таки не было изжоги поэтому лишних удлижения я не очень люблю буквально две чайные ложки одну такую с горкой я положил одну без горки на мне здесь наверно литра 22 с половиной жидкости я добавляю в готовый разу постоянно помешивая и даю покипеть на буквально одну-две минуты так соус загустеет и все у нас с вами прокипит насколько красота получается чем хорошо используют крахмал сразу видно какой консистенции в итоге получится соус и в отличие от муки она при варке все густеет и густеет в течение там 3-5 минут все поливаю гречку подаю к столу я вообще люблю будучка тазу подавать как некий такой суп гуляш похлебку то есть чтобы было много-много-много соуса и гарнир очень много слюна бежит во всем этом деле плавал так что мясо мясо даже можно и поменьше класть вот такое у меня получается чудо-чудесное друзья мои я ужинать а вы готовьте с нами готовьте лучше нас и пока боль какой-то Субтитры сделал DimaTorzok